Не было, конечно, сошествия Святого Духа, на этот вопрос было бы трудно ответить. Дело в том, что один из признаков в христианской церкви – это было умение разговаривать на разных языках. Притом внезапно, когда Христос сказал апостолам «идите, проповедуйте везде», у многих было не то умение, как мы будем проповедовать персам, индусам, например, эфиопам, если мы их язык не знаем, они же были в основном безграмотные люди, которые разговаривали максимум на иврите и на арамейском. Один-два человека могли знать ломанный греческий язык, да, и только апостол Павел был среди них, который был образованным человеком, который говорил на разных языках, и, может быть, и Матфей, вот, потому что по профессии, потому что он был митарем, в принципе, Бог знает, например, греческий и латинский язык тоже. Все остальные апостолы не знали, но и произошло сошествие Святого Духа, то есть после Вознесения Христа, через 50 дней, вдруг все эти люди начали разговаривать на разных языках. Вот как раз первую главу Деяния, когда мы читаем, там четко об этом написано, то есть, говорит, вдруг спустились огненные языки на людей, которые были в молитве в это время, и они начали разговаривать на фактически всех языках мира, и когда они вышли тогда на улицу, они начали говорить на языках всех этих людей, которые были в Иерусалиме, а в Иерусалиме тогда был большой праздник, праздник Пятидесятийца. Что это за праздник? Это один из главных религиозных праздников иудеев, и тогда со всего света, со всей диаспории иудейской, а они были как раз раскидывали по всему свету, они приезжали в Иерусалим, чтобы принести жертву и участвовать, потому что если не принимать, например, Пасхайной или вот этих главных праздников, то они считались бы регулярно нечистыми, потому что храм был только в Иерусалиме, понятно, да? И эти люди, конечно, хорошо знали и греческие, потому что жили в Греции, и о африканских языках говорили, и на латынии говорили, и на индусском. То есть иудейская иудейская диаспора, это было фактически первой рядом с греческой, огромной всеверной диаспорой. Эти люди знали эти языки, они пришли, эти языки понимали. Я говорю, как эти люди, которые галилейцы вообще, то есть я это считал из самых таких остальных районов Израиля, Палестин, да, начали разговаривать на наших языках, а другие говорили, а они, наверное, опенели, говорится, сладким вином. Но тут Пётр как раз произнес свою знаменитую речь, сказав, что иудеи, галилейцы, палестинцы и все-все евреи, слушайте, говорят, мини-пьяные, потому что 9 часов утра, то есть 9 часов утра вообще не было в древнем мире традиции, это здесь 9 часов утра могут пить. Вот, там не пили, там только вечером пили. Вот, он сказал, что мини-пьяные, и мы действительно говорим на вашем языке, на всех этих языках, потому что Бог нам дал это, да, что проповедовано было Божье Слово по всему миру. Понятно. Да поэтому, когда в Арфалмеи пришли в Армению, они, не будем, можем не сомневаться, что уже на армянском спокойно разговаривали, и не только на армянском. Ну, если бы 20 лет проповедовать, даже если не знал, ну, за 2-3 года по-армянски научиться точно. Тем более, что те иудеи, конечно, отлично знали язык. Кстати, если взять ивритый и армянский сравнить, можем найти очень много похожих слов. Это очень интересно, но малоизвестный факт. Об этом мало кто говорит. Ну, то, что иудеи очень долго жили в Армении, их было сотни тысяч, ну, об этом и говорят и мы все с Хоринацией, другие наши историки. Например, когда Шапуф напал на Армению, он рядом вместе с сотни тысячами армян, еще и сотни тысяч евреев переселил в Сибирь, в Персию. Там прям конкретные цифры называются. Особенно вот именно Гохтен. То есть Нахиджеван был густонаселен евреями. Помните, Тигран II, когда напал на Палестину, он оттуда очень многих евреев переселил. Вот, соответственно, армяне могли знать иврит, вот, а иудеи могли знать армянский язык. Но я говорю, дар разговора на разных языках, это фактически уничтожил все препятствия для проповеди. Это и дано было. Как раз после этого они начали проповедовать по всему миру. Вот, дошли до Англии, до Китая, говорят, что Андрей Первозванный дошел до прибортийских стран, например. То есть проповедь была по всему миру. Вот такого не было в мировой истории, не было вот такой проповеди какой-нибудь в религии другой. Ну, было распространение, но кто-то может мячом распространен, кто-то не знаю как, да. Но вот, чтобы именно 12 человек взяли и поменяли психологию и вообще менталитет всего мира вдруг за несколько лет, такого не было в всемирной истории. Поэтому это как естественное явление, понимаете, да.